Наталья Сенина, маркетинг-менеджер VRP Consulting, она занимается маркетингом более 7 лет, у нее есть огромный опыт исследования международных рынков, она работает в интернациональных командах. Тема, в которой мы сегодня выступим, это продвижение проектов в сети. Наталья, пожалуйста. Добрый день. Сегодня мы начнем разговор о продвижении вашего проекта в сети. Естественно, тема эта очень обширная в связи с тем, что в больших компаниях даже целая команда работает над продвижениями проектов, либо ускок, либо самой компании в качестве бренда. Но, тем не менее, пытаемся сегодня обсудить те моменты, с которыми вы сможете столкнуться, когда начнете развивать свой продукт, продвигать его в сети, либо какой-то проект. И, возможно, что-то из этого вам будет полезно для того, чтобы потом в дальнейшем либо самостоятельно, либо уже с помощью команды продвигать успешно свой продукт в сети. Сегодня мы обсудим две основные темы. Это этапы формирования маркетинговой стратегии и также особенности уже продвижения самого продукта, либо проекта. Этапы формирования маркетинговой стратегии начинаются, естественно, с подготовки. Первый этап – это формирование портрета клиента. Но надо сказать, что, скорее всего, с данным вопросом вы столкнетесь еще задолго до того, как начнете продвигать ваш продукт, а, скорее всего, на этапе формирования, на этапе идей. Потому что, насколько вы знаете, если же ваш проект либо продукт не решает какую-то проблему пользователя или клиента, вряд ли он будет в длительное время успешным. Соответственно, и в маркетинге точно так же для того, чтобы успешно продвигать продукт, вам нужно понять, на кого вы его продвигаете. То есть выбрать целевую аудиторию. Вы можете сегментировать, определять возраст вашей аудитории, пол, локализацию и так далее. Очень много параметров, которые можно учитывать для того, чтобы спортировать полноценный портрет клиента. В дальнейшем донести ту информацию с помощью рекламы либо других маркетинговых компонентов именно до ваших дальнейших пользователей. Далее вы будете формировать уникальное торговое предложение своего проекта. То есть на основе уже тех проблем либо идей, которые решает, либо кто-то помогает ваш продукт или проект, вы сформируете то, чем он крут, чем он лучше, чем он интереснее конкурентов, удобнее. То есть очень много параметров, которые выгодно отличают ваш продукт от всех рядом находящихся либо существующих на рынке. И далее уже начинается построение самой маркетинговой стратегии. То есть вы будете выбирать каналы продвижения, также будете заниматься диджетированием, построением маркетингового плана. То есть это уже такая кропотливая длительная работа, которая в том числе может со временем меняться. То есть сначала маркетинговая стратегия строится на одной стадии развития вашего продукта, потом, скорее всего, вам будет интересно удержание своих пользователей, соответственно, и маркетинговая стратегия от этого будет немножечко гибкой. Итак, следующий этап – это выбор каналов продвижения. Здесь мы кратко пройдемся по самым основным каналам продвижения, которые сейчас используют в digital маркетинге, так как, конечно, не факт, что все из них вы будете использовать, но, тем не менее, комбинация каких-то из них, скорее всего, это прям то, что вас ждет, когда вы начнете продвигать свой продукт либо проект в сети. Во-первых, рекламы и продвижения с помощью мобильных устройств. То есть если у вас будет какой-то стартап либо какой-то продукт, который можно использовать на мобильных устройствах, то вы, конечно, столкнетесь с продвижением SEO. Как вы знаете, вы можете это видеть наглядно, то есть если сайты по определенным критериям у вас появляются выше, то есть, соответственно, те, которые появляются выше, скорее всего, оптимизировано лучше. То есть в них разработано симпатическое ядро, подобраны определенные ключевые слова, и, соответственно, скорее всего, вы и являетесь именно той целью аудитории, на которой можно его компания. Например, сайт либо еще приложение вы получили в поиске и стремилась к достичь. Следующее, это ASO, это поисковое продвижение в Apple Store и в Google Play Market. Следующее, естественно, это тоже очень похоже на продвижение, на SEO-продвижение, да, то есть тоже оно базируется на основных описаниях приложений, различных компонентов, на симпатическом ядре. То есть это все нужно очень детально прорабатывать, и, скажем так, SEO-специалисты очень часто могут практически любой там сайт взять, который, либо сайт или приложение, которые не были проработаны с этой точки зрения, и значительно улучшить его для того, чтобы в поисковых системах он инвестировал все гораздо лучше. Далее идет управление репутацией на основе работы с текстовыми системами. Тут стоит сказать про контент, конечно же. А потому что контент вашего продукта, вашего проекта, либо сайта, либо приложения, это, ну, в общем-то, основное, по чем вас и будут индексировать поисковые системы, и в дальнейшем точно так же рекомендовать, да, то есть очень часто наверняка сталкиваться с рекомендованными для вас приложениями, да, либо же с рекомендованными для вас, там, возможно, сайтами, продуктами, то есть играми, опять же, да. Поэтому очень важно, очень важно работать над контентом, то есть он должен быть активированным и хорошо индексироваться поисковыми системами. А далее специальные проекты на популярных площадках. Тут следует сказать, что очень интересно сейчас развивается такая часть дизельного маркетинга, как коллаборации, инфлюенс-маркетинг с инфлюенсами, да, то есть вроде бы не в прямую предлагаем свой продукт, либо проект, а пытаемся донести его до целевой аудитории, но так, чтобы у целевой аудитории было впечатление, что они сами где-то увидели, что-то интересное услышали и решили попробовать. А далее следует медийная реклама. Ну, с медийной рекламой в целом, я думаю, что все вы сталкивались, то есть, к примеру, вы взбиваете что-то, и первые несколько сайтов зачастую это будут сайты, которые продвигаются с помощью рекламы. Также вы можете встретить рекламу и в соцсетях, баннеры различные, какие-то посты, которые продвигаются, да, то есть это уже, скажем так, платные варианты продвижения, и это не просто, скажем так, нативный момент, когда вы видите среди поиска, да, то есть интересный вам продукт или же сайт, да, а это уже, в общем-то, очевидно будет, что это реклама, просто если она донесена до именно целевой аудитории, то, конечно, тоже она работает. Так, реклама в поисковых системах. Это, в принципе, тоже часть той же медийной рекламы, о которой я сказала. Вот, поэтому, я думаю, мы сильно подробнее на этом устанавливаться не будем, так как чаще всего вам просто нужно определиться с той целевой аудиторией, на которой вы хотите достигнуть, и в зависимости от этого размещать рекламу либо в поисковых системах, либо в соцсетях, либо в приложениях, на сайтах, портборах и так далее. Что касается креативных и нестандартных методов продвижения, то, ну, сейчас, конечно, в общем-то, если у вас есть креативная команда, которая готова помочь вам с продвижениями, с продвижением это, конечно, очень хорошо, потому что, например, вы можете продвигать свои услуги либо продукт, создавая экспертное мнение на рынке. К примеру, вы занимаетесь консалтингом либо аутсорсингом, и каким образом можно донести до вашей целевой аудитории ощущение о том, что вы эксперты. К примеру, можно начать проводить вебинары, да, то есть вы, по сути, продвигаете только вебинары, вы никому не навязываете, не рекламируете, возможно, даже практически не говорите о своих услугах вебинарах, просто рассказываете о решении каких-либо проблем, приглашаете, возможно, своих партнеров. Часто стало гораздо проще, потому что большинство вебинаров проводится онлайн, да, вот. Рассказываете о ситуации на рынке. Темы могут быть различные, но они не прямую связаны с вашими услугами, а косвенно, да. И, соответственно, тем не менее, ваша целевая аудитория, увидев подобные вебинары, то, что вы их проводите, увидев представителей вашей компании в лицо, так сказать, они уже становятся гораздо более лояльными, чем они были до этого. Далее активность и работа в социальных сетях. СММ – это мощный двигатель продвижения сейчас в современном мире, и поэтому про СММ мы поговорим чуть дальше и очень подробно. Далее следует вид генерации, и также есть имейл-маркетинг, да, в нашей сети это два очень похожих по своей сути понятия в маркетинге. Только имейл-маркетинг связан с тем, что вы используете два данных в вашей целевой аудитории, они бывают платные, существуют специальные компании, которые занимаются сбором информации, сегментацией, сбором имейлов, адресов и так далее. И дегенерация – это скорее более такой прямой процесс, когда вы в соцсетях, например, различных комьюнити начинаете искать свою целевую аудиторию. Вот, и в дальнейшем вы контактируете с вашей целевой аудиторией, отправляете, возможно, какие-то новостные сообщения, да, обновления и так далее. И, соответственно, подогреваете аудиторию, то есть она все время о вас помнит, то есть все время на виду. Ну и digital out of home – это, конечно, очень интересный момент, то есть еще лет 10 назад можно было сказать, что для многих проектов digital реклама была подспорьем, поддержкой основной какой-то рекламы, да, вашего основного присутствия. То есть сначала создавалось присутствие в зависимости от целевой аудитории, да, рекламы на улице, в кафе, баннеры, кинотеатры и так далее, а в дополнение могла идти digital реклама. Сейчас, в качестве проекта все наоборот, то есть сначала проект создает присутствие в сети, а потом уже может использовать такую физическую, так называемую, да, рекламу. Ну, то есть еще раз напомните себе где-то в кинотеатре, сделать, например, для спортивного приложения какую-то коллаборацию с брендом спортивным или спортивным магазином. То есть все меньше и меньше части digital out of home у нас остается, но, тем не менее, для поддержки лояльности и теплоты аудитории можно ее использовать. Дальше перейдем к SMM, это продвижение в социальных сетях, и хотелось бы немного спросить, да, то есть вы тут видите источники. Я вкратце скажу, что в 2020 году доля интернет-рекламы превысилась 50%, по окончании 2021 года мы ждем уже 55%. Диджитал-реклама по сравнению со всей остальной, и вы должны понимать, что очень часто для стартапов, для небольших, для новых проектов диджитал-реклама гораздо дешевле, чем физическая реклама, но тем не менее, классическая, да, но тем не менее, мы видим, какой процент уже составляет диджитал-реклама. А также расходы на SMM в 2019-2020 годах достигали уже 21% маркетинговой результаты. Ну, это на самом деле много, учитывая, что реклама в соцсетях, опять же, на первичном этапе не очень дорогая, а уже для больших компаний, конечно, она стоит больше и больше, и данные взгляды просто могут достигать бесконечности. И сейчас я бы хотела подробнее остановиться на соцсетях, и важно понимать, что в соцсетях людей нужно развлекать, то есть это называется прогревом аудитории, да, то есть более 50% вашего контента должен быть либо развлекательным, либо околоразвлекательным. То есть, к примеру, это могут быть не просто там мемы, да, которые вы постите, но тем не менее, это может быть связано с вашим продуктом или проектом, но контент должен быть более легким, более таким нативным, да, то есть чтобы люди подписывались на вас не только за счет того, что у вас есть какой-то бренд, какой-то продукт или проект, да, но и для того, чтобы им просто было интересно сидеть за вашими соцсетями. Только такая стратегия может работать на длительную перспективу, да, то есть мы вовлекаем историю, подобрываем ее и продаем. Если вы решите продавать что-либо, да, то есть не обязательно продавать в плане продукта, да, а продавать подписки, продавать свое приложение какое-то и так далее, продвигать, в общем-то, это напрямую сразу, то, скорее всего, эта стратегия долго работать не будет, и люди просто начнут записываться, удержание будет римляться к нулю, ну, а этого нам, естественно, не хотелось. И сейчас для того, чтобы понять, как работает раскрутка проектов в соцсетях, мы обратимся к небольшому чек-листу, да, то есть это все нужно учитывать, когда вы решаете продвигать свой профиль, а с помощью него и проект в соцсетях. Во-первых, анализ конкурентов. Обязательно, да, то есть на первом этапе стоит посмотреть, кто в вашей сфере, как делает в вашей стране, ну, в вашей стране зависит от вашей сферы аудитории. Далее анализ контента конкурентов, да, то есть тут важно понимать, как именно подобные проекты и подобные ваши продвигаются, да, то есть это может быть стори-тейлинг, это может быть, наоборот, краткий, более обширный фото-контент, это может быть видеоконтент, да, то есть нужно посмотреть, понять, что вам нравится, чем вы будете вдохновляться, чем не будете, да, то есть, возможно, вам что-то, вам может и не понравиться какой-то профиль. В дальнейшем вы понимаете, к чему вы стремитесь, как вы хотите, чтобы ваш проект продвигался. Далее анализ рекламы контента, это не всегда возможно сделать, но тем не менее в самих соцсетях, да, но тем не менее, если вы пойдете тут же поисковик, скорее всего, вы сможете найти, с помощью каких баннеров продвигаются ваши контента в соцсетях, с помощью каких именно соцсетях, да, то есть там даже по размеру баннеров в целом можно понять, да, на какие соцсети делается ставка. Далее определение целевой аудитории с этим этапом, этот этап мы уже обсуждали, да, то есть в идеале у вас уже определена целевая аудитория, но тем не менее, вам еще нужно понять на этом этапе, где именно находится ваша целевая аудитория. Я имею в виду, в какой соцсеть, да, то есть потому что для кого-то одна соцсеть будет приносить очень много пользователей, подписчиков, продаж и так далее, а для кого-то быть совершенно бесполезной. Далее создание рекламной стратегии, это, этот этап очень схож с маркетинговым планированием и бижутированием, да, то есть вы прорабатываете свою стратегию на длительное время для того, чтобы успешно продвигать свой продукт, то есть на год, на год, на месяц, на более краткие отрезки, на еженедельные, да, то есть в соцсетях важна регулярность. Если вы регулярно присутствуете в соцсетях, соответственно, и люди будут это ценить, будут более лояльными и более теплыми, будет ваша целевая аудитория. Проработка и создание контент-плана напрямую связана с маркетингом, с стратегией рекламной в соцсетях, вот, и далее оформление аккаунтов. О этом тоже не стоит забывать, потому что не очень прибыльно, не очень правильно подписывать, подписывать, сразу продвигать тот аккаунт, который еще совершенно не заполнен, да, то есть у вас должны быть какие-то материалы, фото, да, либо там пресс-ревизы, что-то уже готовое на вашем аккаунте для того, чтобы люди не могли подписывать. То есть, соответственно, когда люди видят пустые или полупустые аккаунты, конечно, у них нет желания подписываться, даже если они и уже знакомы с вашим брендом, кто уже лояльный к ним. Также стоит отметить то, что в соцсетях можно размещаться как платно, так и бесплатно, да, то есть это может быть и реклама, какая-то платная-платное продвижение публикаций, а также вы можете просто-напросто самостоятельно продвигать свои аккаунты, да, с помощью комьюнити, групп, целевых аудиторий, подписчиков и так далее. И сейчас мы пройдемся по основным соцсетям, в которых вы, возможно, со временем решите продвигать свой проект, и также я расскажу, какие из них наиболее актуальны в современном мире. Так, начнем с TikTok. Я хотела восстановиться на целевой аудитории TikTok. Да, 66% пользователей – это люди младше 20 лет. То есть вы должны уже понимать, что если у вас в целевой аудитории не лежит в плоскости, в какой-то разной плоскости, то в целом вам не особо есть смысл там продвигаться. Да, и также TikTok охватывает более 700 миллионов активных пользователей в месяц, и это стоит в 155 странах мира. Да, то есть это говорит нам о том, что он может быть полезен для интернациональных проектов, которые рассчитаны на более молодую аудиторию. Вот, также важно понимать по рекламе в TikTok то, что реклама – это ролик, но он не ведет напрямую ваш профиль, да, и он не остается в вашем профиле. То есть нужно все-таки сразу понимать, что именно вы хотите сказать этим рекламным роликам, для того, чтобы люди сразу понимали, куда им дальше, ну, так, обращаться, для того, чтобы ознакомиться с вашим продуктом. Далее – Инстаграм. Итак, целевая аудитория. Инстаграм – это более 1 миллиарда активных пользователей в месяц. Также его посещает 500 миллионов активных пользователей в день, и он имеет 58 раз больше активных подписчиков, чем в Facebook. Да, то есть что в Инстаграме важно? Это регулярность, как я уже говорила, да, Инстаграме, наверное, наиболее важную регулярность, потому что это такая соцсетия, в которой так называемое клиповое мышление реализуется в полной мере, да, то есть короткие видео, фото, короткие сообщения, контент, то есть все это важно. Также статистика. Когда вы начинаете продвигаться в Инстаграм, у вас будут виды продвигаться, и там будет небольшая сходка статистики, но, тем не менее, вам стоит знать, что существует и платное приложение, которое помогает вам вводить статистики из Инстаграма. И также обращайте внимание на внешний вид плитки, это то, что мы с вами уже говорили про заполнение профиля, да, то есть потому что ваш профиль, когда на него заходит человек, он должен смотреться цельно, консистентно, да, то есть там не должно быть очень много разношерстного материала, да, в общем, плитку можно сделать очень интересно, и существуют Инстаграм-профили, которые очень хорошо скидываются. Далее – Телеграм. Целевая аудитория – это 100 миллионов активных пользователей, 75,2 миллиона в день, и также в Телеграме человек проводит 2,9 часов в месяц. Что важно в Телеграме? Это качественный контент, прежде всего, что Телеграм в принципе создан для контента. Также, если у вас есть несколько соцсетей и одна из них Телеграм, то не стоит никогда в одно и то же время дублировать контент, да, то есть Телеграм существует либо для анонса чего-то, либо для обзора чего-то в основном, как резискот, да, то есть если вы постите, какой-то интересный пресс-риск, какое-то обновление, то не стоит сразу же постить его и в Телеграме, и в Инстаграме, и в Линдубине, да, то есть вам нужно, в общем-то, либо провести анонс, либо, если вы будете так делать, то отчего-то точно ваш пользователь отришется, он не будет одни и те же видов лица, помечайте всех, кто не знает. Не забывайте упоминать каналы в других соцсетях, вот, а также коллаборация с различными другими блогерами канала, потому что удачно работает. Почему? Потому что происходит некий обмен с иными аудиториями, да, если вы знаете каналы, у которых подобное вам целевая аудитория, то вполне реально сейчас договориться об упоминании, либо договориться о каких-то перепостах, и это будет такая стратегия будет быть, когда и вам полезно то, что их целевая аудитория, как минимум, придет на ваш канал и посмотрит, и, возможно, если у вас популярный канал, либо уже определена целевая аудитория, и она прогрета, то и второму каналу также будет интересно ваше сотрудничество. Ну и YouTube, конечно же. Целевая аудитория YouTube, о ней вы можете в том числе, как и обо всех других, более подробно посмотреть в самих отчетах соцсетей, но с YouTube очень интересная история, связанная с тем, что он существует уже длительно, да, очень много пользователей, они долго проводят там время, и, соответственно, уже есть определенная психологическая статистика, основанная на вообще анализе пользователей YouTube. То есть зрители в два раза чаще покупают товар, рекламу, которого видели на YouTube. Это очень хороший факт. Более 70% зрителей утверждают, что с помощью YouTube они узнают о новых брендах. А также, чтобы найти информацию о бренде, товаре или услуге, люди используют YouTube четыре раза чаще, чем в разъеме платформы. То есть тут уже, в общем-то, выбор очевиден, да. Что касается YouTube, если у вас уже есть подробно, если вы продвигаете там рекламу, то важно вовлекаться, что важна вовлеченность. Вы должны смотреть комментарии, отвечать на них, в плейлистах по интересам, для того, чтобы, опять же, в них попадать в дальнейшем. Лайки, подписки, вот кого-то просить свою аудиторию, если не сложно, так как это в любом случае продвигает вашу канал. И сейчас мы остановимся подробнее на особенностях продвижения продукта, да, то есть, возможно, каких-то различиях. Во-первых, существуют четыре основных этапа, включающие продвижение именно продукта уже в диджитал-маркетинге, да. Во-первых, это донесение информации, да. В общем-то, именно на этом этапе и подчеркивается уникальность вашего продукта, и вы рассказываете людям о его преимуществе. Формирование образа компании и выгодности товара. Тут мы говорим об уникальном торговом предложении, которое мы уже обсуждали, да, и рассказываем, какие проблемы решает наш продукт, проект. Далее, поддержание популярности. Это удержание пользователя. То есть, это тоже важный этап, потому что особенно для продуктов, да, поэтому он здесь и выделен, так как возьмите любую игру, да, люди могут в нее поиграть и, в общем-то, забыть, да. То есть, нам тут важно либо что-то новое делать постоянно, да, либо как-то привлекать новых пользователей в зависимости от специфики вашего продукта. И коррекция стереотипов. Это тоже важный момент. Это работа с обратной связью, работа с комментариями, работа с каким-то даже хейтом, естественно, с которым сталкивается любой продукт, потому что всегда есть как позитивное отношение к нему, так и негативное. И тут мы посмотрели с вами на особенности продвижения продукта с позиции компаний, да, очень разобрали их вкратце, то есть какие-то основные отличия подчеркнули в целом продвижение продукта в виде проектов сети. И сейчас стоит сказать кратенько о стадии предприятия продукта пользователя, да, потому что мы всегда говорим о компаниях, но не всегда говорим о пользователях, так как реклама, продвижение напрямую будет зависеть от тех стаденей, в которых находятся ваши пользователи и, возможно, даже будет влиять на корректировки вашего маркетингового плана, вашего SMM-плана и, в целом, стратегии продвижения вашего продукта, да. Так, первое – это первоначальная осведомленность. Это тот этап, на котором человек еще не ваш пользователь, но уже с большой долей вероятности он его знает, он его слышал, возможно, будет вкратце и, возможно, станет ваш пользователь. Далее следует появление интереса. При проявлении интереса человек практически на 100% станет пользователем вашего продукта, но, тем не менее, он еще не скачал и не ознакомился, не заходил на ваш сайт в зависимости от того, что вы продвигаете, не играл в лучшую игру, но так как ему это интересно, тут уже самый основной вопрос для маркетинга, для маркетолога, для продвижения – это вопрос времени. То есть нам нужно с этими действиями, дополнительными напоминаниями, криптоакциями, скажем, быстрее купишь, будет ниже цена, грубо говоря, до конца ноября, привлечь его так, чтобы он принял свое решение быстрее. Далее следует оценка. Оценка базируется на отзывах, на общениях, он смотрит, он уже, скорее всего, видит ваш продукт, там, в Apple Store, например, либо где-то в интернете. Он еще, конечно же, не является активным пользователем, не готов платить за какие-то фишки вашего продукта, не готов, скажем так, отдавать деньги за его пользование, но тем не менее он уже понимает, что ваш продукт решает какую-то его проблему, ваш продукт существует на рынке, оценивает его среди конкурентов. Далее следует попробовать. То есть на этом этапе человек уже ваш активный пользователь, и на самом деле, наоборот, если на этапе появления интереса мы хотели побыстрее подтолкнуть нашего пользователя к принятию решения, то на этапе опробования, наоборот, нужно дать пользователю время. То есть зачастую пользователь приходит от простого к скользому, использует сначала меньше каких-то характеристик вашего продукта, затем больше. То есть здесь там главное просто подогревать его интерес, постараться удержать его и постараться развить его интерес на срок для того, чтобы он становится все активнее и активнее и в дальнейшем еще и с помощью опроса, с рекламного радио, стриминговых платформ, в зависимости от того, что вы предлагаете, еще и продумал наш продукт своим каким-то знакомым, подписчикам и так далее. Принятие. Принятие в данном случае может случиться в чипси. Это будет кредит, который полностью зависит просто от цели вашего продукта. То есть это может быть тот момент, когда человек готов вам заплатить за предложение, то есть он какую-то пробную попытку совершил и будет в дальнейшем его использовать, либо заплатить определенные фишки, либо просто на количество пользователей вы работаете. То есть он зависит от цели вашего бизнеса, и в данном случае это гибкий этап, но тот, на котором и сохраняется вот то удержание пользователя, о котором мы говорили ранее. На данном этапе у меня все. Я надеюсь, что вам было полезно и в плане таком теоретическом и практическом. Надеюсь, что когда-либо если вдруг вы столкнетесь с продвижением вашего проекта или продукта, какие-то из моих рекомендаций, советов, либо общих знаний у вас в голове, и надеюсь, вам будет гораздо проще. Спасибо. Наталья, спасибо большое. Есть вопросы слушателей, у нас есть и если можно, то ответьте, пожалуйста. Покупка рекламы в Инстаграм выгодна или нет? Как вы считаете? Тут можно ответить в целом по-разному. Почему? Потому что мы уже обсуждали, что есть целевая аудитория. То есть, если ваша целевая аудитория находится в Инстаграм, это определяется путем, как мы уже сказали, и построения вашей целевой аудитории, уникального предложения. И вы видите, что, скажем, совпадает то, что вы себе построили, проанализировали и создали ваш партнер с клиентом, уникальное предложение. И дальше вы смотрите на инстаграм, часть, которую я вам дала. Но, естественно, как я уже говорила, соцсети можно идти гораздо больше. Даже у самих соцсетей они всегда выпускают рекорды ежегодно. То есть, вы можете все это увидеть. И вы видите, что совпадение есть, тогда 100% да. Потому что соцсети сейчас это для любого бизнеса практически. Считается, что в целом нету бизнеса, для которого нет подходящей соцсети или нескольких. нескольких. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Продолжение следует...